Всем доброго времени суток! С вами Антон из Нью-Йорка. Сегодня у нас в гостях Татьяна, которая живет в городе Сан-Диего, штат Калифорния. Добрый вечер, Татьяна! Привет, Антон! Скажи, пожалуйста, откуда ты сама и как ты давно находишься в Соединенных Штатах? Я сама родом из Омска. Это город, находится в Сибири. И в США я нахожусь полтора года. Скажи, пожалуйста, а вот почему твой выбор пал именно на США? Почему США? Почему никакая другая страна, европейская, ну или вообще какая-то другая страна? Решение мы принимали быстро, но на самом деле взвешивали много факторов. Это было не решение, которое мы принимали прям вот за одну минуту. В свое время мы ездили, путешествовали в Европу, мы ездили, путешествовали в США как туристы. Это были такие небольшие забеги посмотреть, как там за границей люди живут. И посмотрев на Европу, посмотрев на Америку, мы поняли, что есть разница в качестве жизни, в плане как дороги организованы, как быт организован у людей. И в целом в Европе есть какой-то такой налет музейности. То есть ты туда приезжаешь как в красивый музей, но при этом нет ощущения того, что там будет комфортно жить. То есть там инфраструктура сама по себе достаточно старая. Плюс в Европе достаточно много разных языков. И если мы захотим, то есть если мы живем, то мы живем в Евросоюзе. То есть это определенная такая вот надгосударственная. Ну как Соединенные Штаты. Да, достаточно похоже на Соединенные Штаты в этом плане. Но все равно это будет немножко по-другому функционировать. Все равно есть какие-то определенные сложности с границами, с правилами внутри каждой страны. А тут мы все-таки получаем более... Да, с языком. Здесь мы получаем более целостное государство, хотя тоже федеративное, разделенное на федерации. И с точки зрения, опять же, экономик, анализируя различные экономики и возможности жизни. Например, мы возьмем... Мы брали для себя, рассматривали Германию и брали для себя на другом, на противоположном конце это США. И мы их сравнивали. И, например, в Германии сразу был минус, что надо с нуля учить немецкий язык. Так как для меня это просто даже по звучанию немного отличается... Не немного, а сильно отличается для меня язык от русского. А английский все равно в школе мы хотя бы затрагивали. Не скажу, что это был хороший уровень. Но все было к тому, чтобы брать и ехать в США. Плюс условия, которые созданы для людей для того, чтобы стартовать, обучаться, работать, получать в том числе вид на жительство в США. Это более доступно, более возможно. И как человек без бэкграунда здесь я более могу оказаться нужной и могу больше найти способов для самореализации здесь. То есть это был вот такой вот анализ, где с нуля можно стартануть и попробовать что-то сделать. И смотри, опять же, мы выбирали не просто США, если брать этот момент. Мы выбирали все-таки в США конкретно Калифорнию. Потому что в Калифорнии известно тем, что здесь очень много точек роста. Что люди сюда приезжают и они могут здесь дорого жить, здесь дороже жизнь. Но при этом, если ты можешь себе ее позволить найти соответствующего уровня работы, которая покрывает твои расходы и ты находишься в плюсе. У тебя есть еще определенный доход. Остается что-то от дохода, то ты в целом выиграешь в плане климата, в плане внутреннего туризма, в плане экономик. Как сама Калифорния, сама по себе, как государство, внутри государства очень хорошо развита, инфраструктурно. Тань, а вот по поводу языка сразу задам вопрос. Какой уровень английского языка у вас был на тот момент, когда вы приехали? Я так понимаю, что вы за это время, которое вы уже находитесь в Соединенных Штатах, вы же его уже подтянули, естественно. Вот тот уровень, с которым вы приехали, насколько он был плох или хороший? Я могу сказать так, что когда я училась в школе, с английским языком была беда-беда, потому что учат London is the capital of Great Britain. И ты просто не можешь прыгнуть выше этого уровня, если нет какого-то понимания, куда тебе его потом применить. И у меня была возможность в 2007 году приехать в США тогда по студенческой программе Walk & Travel. И за 4 месяца при огромнейшем моем желании просто контактировать с людьми, которых я видела вокруг, я тогда работала просто общим, это называется General Worker. То есть это просто общий работник на кухне, принеси, подай, все подряд, вся грязная работа на тебе, ты все делаешь, но при этом ты контактируешь абсолютно со всеми, с поварами, с официантами, где-то что-то тебе нужно сделать. И очень много было такого человеческого общения, и за счет этого я с нуля на тот момент в 2007 году потянула до какого-то уровня такого intermediate. То есть я могла уже что-то выразить. С 2007 года по 2018, когда мы приехали, прошло 11 лет, у меня английский опять сжался, упал. Но за счет того, что ты сюда приезжаешь, и ты взаимодействуешь, язык это такое средство для взаимодействия, это не искусственно существующая структура, это то, что ты применяешь. Как только ты начинаешь это применять, у тебя он опять начинает расти, ты не можешь просто взять и выучиться кататься на серфе, просто стоя где-нибудь на ковре. Тебе нужна вода, тебе нужно плавать. И здесь то же самое. Ты приезжаешь, и я даже не боялась того, что мой уровень плох, он был плохим. То есть это было действительно, я с тем уровнем не могла бы найти хорошую работу или там даже завести нормальный разговор с носителем языка. Но теперь за счет того, что я взаимодействую, за счет того, что я переступаю свои вот эти вот комплексы, я не зажимаюсь, я говорю то, что я могу, но я каждый раз продвигаюсь, продвигаюсь, продвигаюсь. И вот сейчас у меня есть, по крайней мере, не native speaker, но у меня есть уровень разговорного, когда я могу поддерживать разговор, когда я могу выражать свою мысль. И он достаточен даже для того, чтобы находить работу и дальше-дальше-дальше его импровить. Вот. Понятно. Спасибо, Тань. Вот смотри, по поводу акклиматизации вопрос, да? Ведь вот насколько я знаю, климат в Омске и климат в Сан-Диего это как небо и земля. Я начну с того, что в акклиматизацию я не верю. Я не вижу для этого каких-то биологических подтверждений того, что организм перестраивается. Я понимаю, что мы можем скучать по определенному климату. Например, я скучаю по снегу, я скучаю по морозам, по минус 30, по минус 40. Я очень радовалась этому, потому что ты выходишь, и я прям чувствовала вот это вот покалывание по лицу. Это очень классно. Это хорошая омолаживающая процедура, поэтому я ко всему отношусь со знаком плюс. Везде можно найти минус, но если постараться, во всем можно найти также и плюс. И поэтому здесь хорошо мне работал позитив. В США, конкретно в Калифорнии, в Сан-Диего, здесь более-менее ровная погода от, допустим, плюс 10 до плюс 30. Но в среднем она где-то плюс 20. И получается, что особо перепрограммировать себе и привыкать к чему-то другому не пришлось. То есть ты привыкаешь к такому постоянному лету круглогодично. Зимой, если хочешь пойти на пляж, а там зимой ледяной ветер может быть, ты одеваешь куртку, хорошую зимнюю куртку, привезенную из России, и согреваешься. Но проблем с акклиматизацией я не увидела никаких. Ни у детей, ни у себя, ни у мужа. То есть даже не у наших друзей, кто тоже приехал из России, у них не было какого-то дискомфорта. Все было легко, хорошо, все зависит очень сильно от нашего восприятия. На что мы себя настраиваем? Ну понятно. Было бы, наверное, дискомфортнее, если было бы наоборот. Абсолютно. Из теплой среды переехали бы в какой-нибудь, да, на Северный полюс. Я согласна, здесь да. Татьяна, и вот, конечно, ты уже говорила о своих детях, о муже, то есть ты не одна, у тебя есть семья. У тебя сколько детей? У меня двое детей и один муж. Это понятно. Да, детишки еще маленькие, наверное. Шесть и четыре. Ну, детсадовского возраста, так скажем. Хотя в школу здесь дети ходят очень рано. С пяти лет. Да, и твой старший ребенок, наверное, уже ходит в школу. Да, мы когда переезжали, мы понимали, что она пойдет здесь уже в школу. И мы полгода оттянули, пока приехали. То есть она еще побыла в такой атмосфере домашней. Она походила в русский садик здесь, чтобы привыкнуть к новой обстановке, а не резко бросать ее, как котенка, в холодную воду. Здесь все-таки моменты должны быть такие постепенные адаптации, привыкания. И уже потом мы ее погрузили в англоговорящую среду. Уже за... Она прошла один учебный год, и за один учебный год она поменяла... Поучилась в двух школах. То есть у нее был опыт посмотреть разные подходы в двух разных школах. И вот. Вроде пока все нормально было. Детишки быстро адаптируются к новой среде, это не взрослые люди. Детишки, они быстро и язык схватывают. На самом деле есть такой... И такой миф тоже есть, что детям легче, но очень часто мы не слышим детей. Я, наоборот, когда уже сюда приехала, начала слышать истории взрослых людей, которые здесь живут, например, с пяти, с шести, с десяти лет. То есть они уже приехали со своими родителями, и они как раз вспоминают то время, когда их родители вот просто бросили в школу, в новую среду, в англоговорящую, где им было тяжело, и здесь такая очень тонкая грань. Родители могут быть заняты, им нужно работать, им нужно зарабатывать, и они могут не заметить какие-то моменты, и деткам может быть тяжело. Поэтому здесь все-таки надо быть на контакте с ребенком. Аккуратно, аккуратно. Да, я видела, что моей дочери было, например, в первой школе тяжелее, чем во второй. И в связи с этим-то мы и поменяли школу. То есть вначале у нее не пошло, во второй школе пошло. Очень сильно зависит от людей, от учителя, от коллектива, от самой школы, как это все, рутина организована. Тань, и вот такой еще вопрос. Как отреагировали ваши родители, как отреагировали ваши родственники, друзья, знакомые на то, что вы приняли решение об отъезде? Знаешь, такой болезненный вопрос ты задал. Настолько в точку. Прям такой момент. Всегда кажется, что переезд – это что-то такое романтизированное. И человек взял, переехал. Ну, то есть как-то смотришь со стороны на блогеров, на людей, не те, кто ты, да? И ты смотришь на какую-то картинку, они берут, переезжают, и ты не видишь, что происходило за всей этой картинкой. Когда мы приняли решение, это было очень резко и спонтанно, я уже говорила, и мы сообщили родителям, у них не было возможности даже подготовиться. То есть мы приняли решение, и не было возможности даже там долго обсуждать, когда, что. То есть мы приняли, купили билеты, и в сжатые сроки стали собираться. И родители, конечно, отреагировали в штыки, потому что, а кто с ними останется? Все равно есть такой страх. В России есть такая неопределенность. Ты можешь, ну, есть какое-то ощущение, что дети тебе помогут, но ожидать помощи от государства, у тебя даже мысль такая не заходит, да? То есть если дети уехали, то ты, по сути, остаешься незащищенным. И я поэтому понимаю, что родителям было просто жутко страшно. Как так? Сможем ли мы быстро приехать? Сможем ли мы оказаться рядом в какой-то ситуации? Друзья по-разному отреагировали. Были те, кто поддержали. Потому что было ощущение того, что кто-то должен рискнуть. Это как отправлять ракету в космос. Есть добровольцы, есть люди, которые тоже хотели бы в эту ракету сесть, но они посидят, посмотрят, как первые добровольцы полетят на Луну и приземлятся там. И вот мы как раз были этими добровольцами. И друзья нас морально поддерживали в это время. Говорили, что вы молодцы, что вы приняли это решение. Мы вас поддерживаем. Будем находиться на связи. Кто-то отреагировал вопросительно по принципу, а что вам не нравится здесь? Что вас не устраивало в своей жизни сейчас здесь? И здесь это был укол мне, потому что на самом деле мне было хорошо жить в целом в России, если оценивать ту атмосферу дружескую, которая у нас сложилась, человеческую часть. Но вот с точки зрения безопасности, здоровья, например, медицина очень низкого уровня и качества, и вероятность, что со мной случится какая-то серьезная ситуация, например, какое-то серьезное заболевание, и меня не спасут, она велика. Велика вероятность, что меня не спасут. Если, не дай бог, опасность жизни, да, то есть я опасалась находиться на улице в темное время суток, и даже днем ты можешь идти, ну, с тобой может что угодно случиться. Вероятность, что полицейский будет не защитником твоей жизни, а тем, кто может как раз причинить тебе вред твоему здоровью и нести опасность. Но это уже совершенно извращенное понимание, как устроено должно быть государство, когда тот, кто тебя защищает, на самом деле на тебя нападает. Вот, то есть такие вот моменты, они как раз сделали для меня невозможным находиться в России, при том, что всегда в любых условиях можно попробовать жить. Но я решила дать шанс себе попробовать устроиться в новом месте и проверить себя на адаптивность, на универсальность качеств и выучить много новых умений, навыков. И мне кажется, переезд это самый лучший способ встряхнуть себя и взглянуть на себя с другой стороны. Да, и вот, спасибо, Татьяна. И вот самый такой, самый сложный вопрос, наверное, самый нужный вопрос. Что все-таки послужило причиной принятия решения о переезде? То есть вы просто захотели попутешествовать, да, это ваше личное желание? Или вас все-таки вынудили как бы вот попутешествовать? Да, ты прям задаешь вопросы такие меткие, хорошие. Очень такой тяжелый ответ для меня, потому что я поняла, что мне стыдно и больно и тяжело рассказывать про эту ситуацию, потому что я была жертвой в ней. Что со мной случилось? В сентябре 2018 года я проводила вместе со штабом Навального, я участвовала в организации митингов в городе Омске. Он был связан с повышением пенсионного возраста для граждан Российской Федерации. И я помню, как моя мама выходила на пенсию, как моя мама ждала 55 лет. Я вот забыла уже тогда, нет, 50 лет она тогда ждала, да? Это сейчас... Нет, 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 женщины выходили в 55 раньше. Все, тогда все верно, да. Я помню, как она ждала 55 лет, и само, когда даже только начали обсуждать законопроект, меня это, ну, повергло в ужас. Насколько людям тяжело в России ждать наступления того самого возраста, когда они имеют право по закону ожидать от государства денег и не работать, да? То есть возможность наконец-то выйти на пенсию на почетный положенный отдых, да? Вот. И в результате на этом митинге я была задержана. И задержана не просто как меня за ручки привели, меня тащили через площадь, затащили в автозак, и три сотрудника полиции меня избили. Потом это было 8 часов, после этого мне отказывали в вызове скорой медицинской помощи, когда я хотела освидетельствовать все, что произошло. После этого меня продержали, я уже не помню, от 8 до 10 часов в участке полицейском. То есть это была такая ситуация, мне до сих пор тяжело о ней рассказывать. Это такая ситуация, которой стыдно в России говорить, как по принципу, ты одела короткую юбку, придя на митинг, да? И чего ты ожидала к себе, да? Какого отношения? При том, что я как человек, который подготовился, читал и понимал, что митинг законный, читал, что сотрудники полиции на митинге являются теми, кто защищает митингующих от людей, которые не согласны, например, с тем, что митинг проводится, да? И они должны сказать, извините, ребята, этот митинг согласованный, вот им надо провести его, и мы защищаем их от, скажем так, от возможных вмешательств, да? Да, так, как происходит это в других нормальных странах. Да, точно, ты вот точно говоришь, потому что я была в Нью-Йорке, и я видела, что там с промежутком несколько улиц могут постоянно проходить митинги. И несколько митингов в одно и то же время. Люди назначают место и время, собираются и высказывают свое мнение, да? Вот общественное, какой-то общественный резонанс, чтобы вызвать, поставить вопрос на поездку дня. И вот в такой же ситуации была я, я была без оружия, я была не мужчиной-качком, на которого надо было нападать, я не била, не сопротивлялась, не ругалась, не материла, и в итоге со мной произошла вот эта вот мерзкая ситуация. И, в общем, после этого у меня появились опасения за свою жизнь, за жизнь своих детей, как это может сказаться на моем муже, и было принято решение, что есть смысл уезжать сейчас. Татьяна, спасибо тебе большое, конечно, за то, что ты, ну как сказать, не постеснялась, что ли, вот озвучить вот эту свою ситуацию в эфире, да? И я понял, что раз у вас сложилась такая ситуация, естественно, вы подали на политическое убежище, это уже понятно. Да, насколько сложно было найти жилье. Мы выбрали школу для ребенка, после этого мы выбрали территорию, которая относится к этой школе, после этого мы через ЗИЛ и через просто ногами, меряя километры, прошлись по району и нашли вот эти все таблички, где написано там, сдается в аренду, да? Потом мы все это обзвонили, потом пришли в офисы и всем показали, и это все длилось 3 дня, то есть мы нашли квартиру за 3 дня. Мы во все офисы очень быстро зашли и подали свои документы, они нам сказали, где нам вероятность велика, что нам согласуют, что нам арендуют, да, исходя из того депозита денег, который у нас есть на счету и состава нашей семьи. И довольно быстро и легко люди идут на встречу, они соглашаются, при том, что у нас нет ни кредитной истории, то есть это не было какой-то драмой, сложностью, это было вполне реально, просто надо было это делать быстро, надо было понимать механику, что им просто нужно видеть, грубо говоря, если нет кредитной истории, деньги на счету, которые могут покрывать, насколько я помню, месяц дополнительный или 2 аренды, то есть больше на 1-2 месяца, что, например, они попросят съехать, да, и чтобы было покрытие каких-то расходов на ремонт, на покраску, если вдруг что-то случится, и это было для нас легко, вот. По поводу работы, насколько сложно было найти работу, вот так скажем? С работой мы вспотели, потому что, во-первых, здесь нужно разрешение на работу, и без разрешения ты не можешь на законных основаниях занимать место другого человека, у которого это разрешение есть, то есть это нелегально и незаконно, и нам нужно было ждать, когда нам выдадут разрешение на работу, и перед этим, до того, как нам его выдали, мы работали через интернет онлайн, то есть муж работал онлайн через интернет, а я занималась переводами. Я встретила здесь людей, которые... Очень интересная ситуация произошла. Я ходила на курсы английского языка, и там познакомилась с мужчиной, у которого жена занимается переводами, и мы договорились, что я буду им помогать переводить, и я, скажем так, переводила просто, вот, для них делала переводы, это оказалась для меня первая работа. И настолько все это интенсивно случилось, потому что неожиданно очень крупная компания, их заказчик решила делать абсолютно все дублирующие документы на русском языке, это не так распространено, и найти русского для них было сложностью, а тут я была прямо с ним на курсах английского языка, и он решил рискнуть. Он мне просто дал пробный текст, и вот это была моя первая работа, когда я наконец-то могла уже работать и имела на это право, вот. То есть у меня совершенно случайно все произошло. Ну, в общем-то, Татьяна, вот под лежачий камень вода не течет, шевелиться надо. Абсолютно, потому что я знаю очень много случаев, у нас знакомые рассказывают, что они год и два живут здесь и не находят работу. Другие наши друзья находят работу официантами, находят муверами работу, находят работу в магазинах. Им очень, вот, например, недалеко от нас есть магазины, да, и им на самом деле очень важно покрывать различные языковые группы. Китайский, русский, английский, и они заинтересованы в том, чтобы это был не просто native speaker на английском языке хорошо говорил, но еще мог поддержать разговор на русском на своем родном языке. И они очень легко соглашаются на то, чтобы взять на работу. То есть их не надо уговаривать, у них всегда есть высокая ротация, и если бы не с переводами, я знаю, что у меня бы с другим чем-то случилось и сложилось, потому что это просто нужно двигаться. Это не будет как в России, что у тебя уже было образование, у тебя уже была работа, у тебя уже был какой-то авторитет, и ты знал, куда ты пойдешь, куда дать резюме. Здесь ты все с самого начала делаешь, и меня всегда успокаивала мысль представить, что ты студент, студент, который начинает с самого начала. Ты это делаешь, никто тебя не знает, но если ты себя показываешь, тебе доверяют и намного быстрее, чем в России. Уровень доверия здесь выше. Поэтому тебе дают всегда шанс. Татьяна, спасибо тебе большое. В общем, давай мы с тобой так договоримся, что, может быть, ты еще когда-нибудь найдешь свободное время, и, возможно, мы с тобой еще побеседуем на какие-то дополнительные темы, если ты не против. Хорошо, давай. Давай. Мне очень понравилось с тобой беседовать, ты очень такой открытый, добрый, поэтому и классные вопросы задаешь. Спасибо. Спасибо, спасибо, Татьяна. Спасибо тебе огромное, я с тобой прощаюсь. Друзья мои, если у вас есть какой-то интерес к Татьяне, если вы хотите узнать больше о том, как она живет, как складывается ее жизнь в Соединенных Штатах, вы можете пойти на ее канал и посмотреть там ее ролики, которые она периодически выкладывает. Кстати, ссылку на ее канал я поставлю вот внизу под своим роликом, вы сможете ее там найти. Ну и все на этом, всем добрая мира, будьте счастливы, пока-пока. Счастливо. Счастливо, ребята. Пока-пока. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова